22 марта, пятница. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко на Белсате. В студии для вас работает Алла Перумова. Днепровская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Украины, попала под обстрел этим утром. Россия совершила крупнейшую атаку на украинские энергообъекты утром 22 марта. Было выпущено 60 шахедов и около 90 ракет разных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате атаки по меньшей мере три человека погибли, 14 пострадали, трое считаются пропавшими без вести. Момент удара под Днепровской ГЭС попал на видео. На станции возник пожар, но угрозы прорыва нет. Обстрел обесточил линию электропередач, которая питает Запорожскую атомную электростанцию. Она, по данным местных властей, оказалась на грани блэкаута. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу. Пострадали десятки человек. Из-за российского обстрела энергообъектов Украины почти полностью без электричества и воды остался Харьков, а в ряде областей введены графики аварийных отключений. Под массированным обстрелом оказалась Хмельницкая область. Повреждены объекты, инфраструктуры и частные дома. В Запорожье также был прилет в частный сектор. Четыре дома уничтожены полностью, 40 повреждены. Отмечу, что за неделю до крупнейшей российской атаки по энергосистеме Украины Владимир Путин говорил о планах ответить за обстрел Белгорода и атаки по НПЗ. Один человек погиб из-за обстрела Белгорода этим утром. Это женщина, которая выгуливала собак. Снаряд разорвался в нескольких метров от нее. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека ранены. У женщины осколочное ранение ноги, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Они в больнице. Ударной волной выбиты окна в четырех учреждениях здравоохранения и жилых домах. Повреждены 12 автомобилей. Кадры последствий утреннего обстрела местные жители публикуют в сети. На них виден сам прилет и пылающие автомобили во дворе многоэтажки. Тем временем Минобороны России заявило, 8 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир» сбили утром в небе над областью. Сколько уничтожить не удалось, не уточняется. Кроме того, стало известно, что российские самолеты сбросили еще две бомбы на Белгородскую область. Всего за двое суток не менее четырех. 21 марта две ФАП-500 нашли в районе села Антоновка Грайворонского городского округа, а накануне в селе Веденская Готня и в селе Замости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны. Об этом он сказал в разговоре с изданием «Аргументы и факты». Впервые это прозвучало официально. Кроме того, Песков призвал россиян готовится к своей внутренней мобилизации. СВО, по его словам, уже закончилось. «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция. Но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации». Еще Песков заявил, что Украина де-факто оккупировала регионы, которые до этого оккупировали российские власти. Войну войной уже неоднократно называл и сам Путин. При этом людей за это слово продолжают сажать. Семь лет колонии из-за него, например, получил московский депутат Алексей Горинов. А тем временем глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о планах по созданию до конца года двух общевойсковых армий и 30 соединений, из них 14 дивизий и 16 бригад. Для их формирования потребуется мобилизовать более 200 тысяч человек, утверждает военно-политический обозреватель Юрий Федоров. Дополнительный набор мобилизованных может начаться уже летом или осенью. Однако в России наблюдается дефицит офицерского состава и в итоге Минобороны получит необученную толпу. Совет ЕС вводит санкции против 33 человек и двух организаций, ответственных за гибель Алексея Навального в колонии. Европарламент в конце февраля принял резолюцию из-за гибели российского оппозиционера. В ней говорится о том, что Владимир Путин должен нести ответственность за убийство политика. Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии особого режима «Полярный волк» в поселке Харп. Российские власти настаивают на естественной причине смерти оппозиционера. Соратники и родственники политика не верят в официальную версию и заявляют, что он с очень высокой степенью вероятности был убит. Российский суд приговорил Навального к 19 годам по делу о мошенничестве и по ряду других обвинений, включая создание экстремистского сообщества. ЕСПЧ, международные правозащитники и ряд лидеров западных стран признали заключение оппозиционера политически мотивированным. В Брюсселе продолжается двухдневный саммит ЕС. Поддержка Украины среди ключевых тем мероприятия. Мой коллега, корреспондент Олесь Силич, расскажет подробнее. Это традиционно Венгрия, а также Франция и до последнего момента Германия. Так вот, в конце концов, решились. И это при том, что правила Евросоюза требуют стопроцентной поддержки того или иного решения. Мы приняли ряд очень важных решений, особенно тех, которые касаются использования процентов на замороженные российские вклады. Мы поддержали предложение Еврокомиссии на этот счет для помощи Украины. Часть из этих средств пойдет, среди прочего, на закупки военного оборудования для ВСУ. Не все страны согласились на то, чтобы эти средства полностью использовали для закупок вооружений для Украины. Например, Венгрия, Австрия, Ирландия и Мальта считают, что эти деньги должны пойти на гуманитарные нужды и на реконструкцию Украины. Они точно пойдут в Украину, но пока не ясно, на что конкретно. На вооружение или на гуманитарку. Решение будет приниматься Советом ЕС по иностранным делам, так называемым Foreign Affairs Council. К июлю обещают договориться. Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО. Об этом сказал глава военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр во время своего визита в Киев. По его словам, на данный момент, цитата, НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо. Война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности от Украины или НАТО. Эта война ведется, потому что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле. Демократии. Если украинцы смогут иметь реальные демократические права, то россияне вскоре тоже захотят их иметь. Приезд Бауэра стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину визитом в Киев высшего военного руководителя НАТО. Высокопоставленный чиновник альянса принял участие в Киевском форуме по безопасности, на котором обсуждалась ситуация на фронте, срочная военная помощь Украине и вступление страны в ЕС и НАТО. Накануне министр обороны Польши Родослав Сикорский в интервью изданию «Жечь Посполита» отметил, что на июльском саммите НАТО приглашение о вступлении в альянс Украине направляться не будет. Войну России против Украины можно урегулировать только мирным путем. Об этом на пресс-конференции по итогам своего турне по Европе заявил спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. По его словам, он выдвинул ряд предложений, которые могут обеспечить успех мирной конференции. Ее в этом году согласилась провести Швейцария. Хотя каждый из сторон придерживается собственной позиции, и их точки зрения в отношении вопроса о мирных переговорах отличаются, но они все еще верят, что в конечном итоге кризис будет урегулирован путем мирных переговоров, а не благодаря оружию. Чтобы гарантировать успех этой конференции и способствовать скорейшему прекращению огня, Китай внес ряд предложений. Главная позиция в том, что Китай желает видеть международную мирную конференцию, которая будет признана Россией и Украиной, которая обеспечит равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных предложений. Китай пока не принял решение об участии в конференции, однако рассматривает такую возможность. Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии в ближайшие месяцы. На ней намерены рассмотреть украинскую формулу мира, состоящую из десяти пунктов. Россию на мероприятие не приглашают. Ожидается, что результатом саммита будет общее видение стран о том, как Украине достичь мира. Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла первую в истории резолюцию о регулировании искусственного интеллекта. Текст проекта резолюции опубликован в цифровой библиотеке ООН. Авторы документа Соединенные Штаты. Соавторами выступили 120 стран. Резолюция предполагает регулирование и обеспечение безопасности сферы искусственного интеллекта, прозрачность, предсказуемость, надежность работы ИИ. В документе подчеркивается, что никто не должен использовать искусственный интеллект, чтобы подрывать мир или подавлять права человека. Кроме того, ООН призывает к мировому сотрудничеству в области новых технологий. Сейчас искусственный интеллект используется в сфере медицины, образования, сельского хозяйства, дорожного движения и других. Среди известных разработок искусственного интеллекта – чат-бот GPT. Это были все новости к этому часу. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите в вечернем выпуске «Вот так». Я же на этом прощаюсь с вами. Увидимся в следующих выпусках.